Потом, по городу всех евреев вещи берут, очень много было полиции, приехал креятельный отряд из Литвы. И немцы, машин очень много, все улицы были перекрыты, евреев будут вывозить в гетто. Ну и всех собирали, как могли, в нас не успели даже оглянуться, как у нас дома всех захватили, и маленьких детей. У меня было двоюродные две сестры, один братик этот маленький, мать, бабушка. Ну ведь у нас и брат мой старший, у нас всего девять человек, девять человек семьи было, построили по улице. Сколько вели, там постепенно увеличивалось, увеличивалось, и прямой вели вроде в гетто. Кто с чемоданчиком, кто с сумкой, вели через весь город. Вот я помню хорошо, что тоже шел через южный поселок, через станцию Запорожье-1, через южный поселок, и в совхоз Сталина. В совхозе Сталина, это уже окраина города, там были танковые рвы. Это когда было? Это было в первый день Пасхи, 28 марта 1942 года. Первый день еврейской Пасхи. Кое-как люди готовились к евреям, к Песоху. Ну, Пасха, это Песох. И всех вели туда эти танковые рвы. Ну, это танковые рвы, их называли мы еще «Волчья яма». При наступлении танк перекрывает его зеленью, ветками, танк едет, не знает, и попадает в эту яму. Оттуда он уже, оттуда уже, если есть саперы, они его гранатами забрасывали. Но такого не было. Здесь у нас на улице один танк попал, немецкий танк попал, а там нет. И сразу это была такая возвышенность. Выстроили всех, ходили по рядам, евреи всех выстроили, где лучшая одежда. Одежда заставляли снимать. Снимать. Бывали, что женщины разливали до голла. С нас, например, с меня тоже у меня было хорошее, ну, как-то пальто такое. Тоже сняли. Хоть холодно было, ничего сняли. У братишки тоже что-то сняли. И в кучу ложили. В кучу ложили. Потом... Вы понимали, куда вас ведут? Мы уже все поняли. Все поняли уже. Потому что там на БГ стоял один немец. И со стейком по голени себя бил. Потом он дал команду, и пулеметы начали строчить. Нет, раньше они ходили. А когда, я извиняюсь, когда приходили мимо нас, этот братишка мой, я его, понимаете, и глаза до сих пор помню, он любил слово фриц. Фриц проклятый. И когда прошел этот полицейский мимо, он сказал, фриц проклятый. Этот полицейский, рослый, схватил этого мальчика, подбросил и на штык поймал. Вы понимаете, чем я говорю? И это все на глазах у матери, у сестры, у меня, на глазах мы все это видели. Я вот и глаза его помню. Он на штык его поймал и так прямо со штыком сбросил в яму. И через минуту, через это начали строчить.